Привет, друзья! Сегодня поговорим о том, как делать внутривенные вливания собаки. Сейчас я вам расскажу, что нам для этого понадобится, какие материалы, а потом на практике вы увидите, как это делается. Обычно я использую катетер вот такого типа. Он называется конюля для инфузионных вливаний или браунюля. Названий много. Просто в аптеке в человеческой можно купить. Скажите катетер для внутривенных вливаний и вас скорее всего поймут правильно. Размер выбирайте в зависимости от размера вашей собаки. Размеры ориентируются по цветовой гамме от этого колпачка или по номеру самого катетера. Там уже на практике разберетесь. Также нам нужен ликопластырь. Пластырь на тряпичной основе узкий для того, чтобы закрепить катетер. Чем удобен катетер? Тем, что его можно поставить на несколько дней, закрепить при помощи пластыра и собаки тогда можно делать легко и просто вливание ежедневно, хоть несколько раз в день, не травмируя и собаку и вы теряете меньше времени. Также я использую бинт, такой зажим и небольшие ножнички. Сейчас вы увидите все вот эти вот материалы, для чего я их использую. Приглашаю вас просмотреть, конечно, видео. Сама постановка катетера не на 5 с плюсом, есть там косяки. Ну, какое есть. Потом будет получше, выложу получше. Приятного просмотра, друзья, и до встречи. Вот, друзья, при помощи вот этих маникюрных ножниц небольших, удаляйте шерстный покров в районе локтевого сустава, чуть-чуть ниже. Ну, как видите на видео. Для того, чтобы легче обнаружить и ориентироваться, где у вас находится вена. У вас, у собаки. И вводят катетер обычно в подкожную вену. В принципе-то в любую можно ввести вену, подкожную. В районе локтевого сгиба удобнее. Там катетер держится дольше и не причиняет такого дискомфорта собаке. Также можно подбрить, как вы видели, станком, чтобы еще легче ориентироваться и более эффективно обрабатывать антисептиком кожу. После того, как готовое операционное поле, куда вы будете вводить катетер, крепить его, перетягивайте конечность при помощи жгута. Я использую с этой целью бинт, как вы видите, и зажим. То есть закручиваю. Закручивать, конечно, нужно умеренно, чтобы не травмировать вены и не травмировать сосуды. Кроме такого системы, как я использую, можно применять жгут резиновый или специальную тесемочку на зажиме. После того, как вы пережали все, проверили, что вена крови наполнилась, берете ножницы, опять же, стерильные, обрабатываете их и прорезаете кожу. Это делается для того, чтобы легче прокалывать катетер катетером кожу, потому что стилет-то есть стальной, острый, но вокруг него пластик. Вот этот пластик плохо проходит, неудобно им прокалывать кожу. В общем, прорезайте, это довольно важно и удобнее вам устанавливать катетер. Потом вводите параллельно в вене, прокалываете кожу и затем в вену. И ориентируйтесь, когда появляется кровь, значит, вы попали в вену, ориентир, и снимаете катетер со стилета. Не наоборот, то есть стилет нельзя вынимать до тех пор, пока вы не ввели сам катетер. Катетер нужно вводить до упора в кожу, чтобы он потом у вас не вышел, не искривился. Затем включаете систему, какой раствор у вас, но обычно это раствор нейтральный должен быть, ну, вдруг, если что-то пойдет не так. И подключаете к катетеру. Катетер придерживаете, снимаете жгут, чтобы кровоток пошел, и проверяете, попали вы верно или нет. Уже контролируете, то есть не должно быть ни набухания никаких, ни шишек на лапе. Если капельница работает стабильно, значит, все нормально. И приматываем при помощи пластыря узкого, о котором я вам говорил. Можно, конечно, широким, широким неудобно. Но это я вам все показываю в полевых условиях установки катетера, когда вы действуете без помощника. С помощником, конечно, удобнее. Можно не таким методом крепить катетер. Ну, я вот так вот приспособился, когда один делаю капельницу собаки. Приматывать нужно хорошо, то есть крепко, потому что собаки животные подвижные, особенно щенята, и катетер часто сдвигается. Если он сдвинется, то, конечно, он уже не будет работать так, как нужно. Не переживайте, он собаке не причинит вреда. Там, как вы видели, стилет мы убрали, не осталось ничего металлического, игла там не остается. Остался единственное пластиковый катетер. И вот таким образом приматывать. Конечно, нельзя перематывать сильно туго, потому что лапа отечет, а нам нужно, ну, если нужно нам капать несколько суток, придется переустанавливать катетер. И могут быть осложнений. Поэтому перетягивать нужно плотно, но умеренно. Вот таким образом мы перемотали, и так вот мы видим, что лапка у нас обработанная, катетер примотан, зафиксирован прочно. До новых встреч, друзья! Если что, спрашивайте, пишите. Продолжение следует...